ремень мы установили все ремни устанавливаются таким образом чтобы надпись была читаема это не реклама это просто для того чтобы вам показать здесь у нас стоял 7 пока 1300 по 1735 дали нам 1730 он тоже подошел мы его напялили на место теперь по затяжке ролика натяжителя он затягивается без усилия а сам по себе то есть до того как он затягивается до тех пор как не станет пересиливать пружину то есть мы просто его наживили закрутили и он затягивается в том момент когда мы натягиваем ремень чтобы завести его всем нем мы решили все сделали теперь у нас пойдет сюда радиатор будет вставать вентиляторы здесь собираем здесь у нас стоит фильтр подключаем печку подключаем коллектор ну там просто два болта надо и в принципе автомобиль наш готов это наши вентиляторы здесь видимо удар был хороший но здесь ничего не течет он так сильно гнутый он настолько гнутый что здесь к нему не подходят даже вентиляторы то есть они все не закреплены сейчас мы попробуем поправить если поправится хорошо не поправится увы я хозяева будут покупать новый решили мы поправить таким способом берем досточку аккуратненько аккуратненько пробуем наступить мой вес 90 кг мятина справилась но радиатор еще горбатый еще нет здесь поправилась на середину поправить глянем на него оправдающий по диагонали гнутый у нас ну это крайняя часть выровнялась а сам здесь он еще маленечко мята у нас я доску поменьше возьмем ой доску поменьше взяли маловасто сейчас еще короче попробую смотрим вот еще чуть-чуть серединку и эту сторону еще по диагонали гнутый кровы практически надо примерить вентиляторы в первую очередь бачок примерим бачок в принципе подойдет не вываливается стоит вентиляторы этот вентилятор вниз встает кстати здесь появился зазор между вентилятором и радиатором да а до этого они не вставали потому что они упирались вентилятором об горб этот вентилятор уже перекосил от нагрева и неправильной установки а может он даже просто и не отсюда и и второй вентилятор наш радиатор уже китайский стоит и этот вентилятор встает вот да и он здесь не болтается то есть там они вылетали потому что расстояние хватало в общем все хорошо все работает здесь мы уже маленечко под собрали мы встали радиатор наш прикрутили его поставили поперечную планку поставили замок подключили здесь все фишки подключили дроссельную заслонгу заслонгу остается у нас так вакуумный шланг два патрубка у нас остаются это подача и обратка печки корпус фильтра и здесь поперечина на поперечину у нас крепится круиз-контроль так сказать климат круиз остался заливаем маслички и принципе вперед так снизу что мы сделали понизу была поправлена нижняя рамка радиатора немножко она не давала нам радиатор установить как вверх так и вниз то есть мы ее опустили вниз маленечко вывернули вот так вот как положено и вперед подали перевоз радиатор встал ровно здесь появилось место так здесь шланг который был пережат мы его исправили вот он теперь у нас ровно перекрутили из радиатора который выходит бронзовые их перекрутили потом с этой стороны такой же бронзовый он не был затянут вообще его пришлось затянуть одели здесь патрубки шланги все шланги все прикрепили эти здесь фильтр у него нет хомута пластей или стяжку пока ну а так принципе еще вышить остался все заливаем масло заводим без проблем теперь у нас патрубки печки у нас их два вида один длинный вот такой у него один конец толстый другой тонкий один у нас конец вставляется в радиатор это у обратка здесь хомут обратка здесь толстая это обратка она уходит сразу в помпу то есть помпа тянет конкретно из печки теперь у нас патрубок подачи здесь у нас кран загнил настолько что он просто высыпался ничего страшного в этом нет мы сюда ставим наш патрубок ставим так через подвеска кто должен быть все хомутики 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 хомуты конечно стояли в таких удачных местах оставить их надо обратно как они стояли чтобы обжимали хорошо а стояли не очень просто безобразно вроде как так с хомутами готовы теперь подключаем вакуум на тормоза теперь нам надо сюда поперечину поставить установили поперечину она еще не затянута у нас климат-контроль установили затянули сейчас затянем поперечину еще провода момент затяжки 22 болта на пузов а точнее на пузов а моторный щит там где мотор перекрывает переборка мотор и на стойке теперь у нас где-то здесь внутри отверстия были есть тоже есть и тут тоже все прикреплено и жгут проводов это одеваем так теперь осталось нам здесь поставить наш корпус фильтра и собрать эту часть фильтровую фильтровую или фильтровую наверху мы практически закончили перед тем как нам залить сюда промывочное масло нам надо сначала посмотреть что там у вас есть картере в картере пусто это отлично заливаем сейчас масло и вперед затягивать сильно не будем чуть-чуть подтянемся крышку закрутили промывочное масло снизу мы проверили масло лишнего нету двигателя поехали три с половиной литра готова антифриз наш залит еще немножко перетекает пузырьки пошли но уже можно пробовать заводить плюсовую клемму мы накинули накидываем отрицательную готовимся морально к первому старту контрольный замер уровня масла ниже минимума но на промывке пойдет ну что скрестили пальчики ну что ребят пробный запуск 1 пару раз насок прокачал пробуем так один из этого давления масла завелся работает ровно ну чё скажу отлично все хорошо завелся с первого раза долго правда заводился но завелся так у нас горит abs srs не пристегнутый я main rack rack d какой-то break это у нас понятно это ручник включен но принципе все сторонних звуков под капотом не хватит пробуем еще раз вам подавление погасло еще даже раньше чем завелся мотор ну отлично что о даже обороты падать стали как положено при прогреве стрелка стоит проблем нету есть небольшие поддрагивания под капотом стала парить пойдем посмотрим что там после мытья и установки нового мотора видимо что-то под загорать начало здесь у нас коллектора может еще откуда-то сейчас заглянем снизу помните ребята в начале видео еще даже не в начале видео тогда когда вы снимали мотор я обратил внимание на то что одним из патруб охлаждения коробки не работает и охлаждение коробки не было так коробка походу из-за этого умерла но я все переделал когда мы завели мотор стали спускаться вниз когда уже то есть видео сняли пошли вниз я увидел что начал хлистать красно красно начала хлистать одно это то что у нас коробки через те трубки которые не шли не шел не шло охлаждение пошло охлаждение а на самом деле там видимо был крантец поэтому антифриз новый зеленый испорчен дорогой цель был здесь все облито маслом там то что вы были тоже все в масле все так все улита в общем радиатор сдох мы немножко разобрали в двигателе в двигателе не успела попасть так когда вилла вверх в радиатор в общем дело натворила нам достаточно по установке мотора мотор работает все хорошо в принципе можно было отдавать машину но увы и ах радиатор китайский нас подвел теперь надо покупать масло в коробку доливать но антифриз соответственно докупать теперь радиатор в общем смотреть что у нас двигатель там останется попала в двигатель масло или нет короче дел больше будет стало дел больше чем было как не счастлива эта машина ну и соответственно с ней мы очень много ковыряться теперь будем хочу выразить свою благодарность бандурину ивану за то что он делает эти видео вовки ильгову за то что помогает мне их снимать мистеру сяну за микрофон на который все мои разговоры записаны и мистеру хэмердингеру за инструмент который мне предоставляет все ссылки будут в описании на этом печальной ноте это видео закончится и будем снимать следующее видео уже другое уже вам сказать видео по эпопеи по ремонту данного автомобиля это всего за просмотр всего доброго до свидания